23 декабря 1953 года бывший министр внутренних дел СССР Лаврентий Берия был расстрелян по приговору специального судебного присутствия Верховного суда СССР. Вместе с ним в тот же день были казнены еще шестеро бывших высоких чинов госбезопасности. Дело Берии до сих пор является одним из самых загадочных эпизодов советской истории. Сначала общепринятая версия, наиболее подтвержденная свидетельствами и документами. Берия воспринял известие о смерти Сталина 5 марта 1953 года с плохо скрытым торжеством. «Хрусталев, машину!» Якобы крикнул он сразу, выйдя из комнаты только что умершего Сталина. Поехал захватывать власть, пока горячо. Впоследствии он не раз упоминал, что это он убрал Сталина, не уточняя, как, в считанные дни после этого, Берия сосредоточил в своих руках реальные полномочия, превышавшие таковые у любого другого члена президиума ЦК КПСС, созданного вместо Политбюро на Октябрьском, 1952 год, пленуме ЦК. Формально Берия был всего лишь одним из нескольких первых заместителей председателя Совета министров СССР и министром внутренних дел. Однако МВД СССР включила в себя существовавшее прежде отдельно Министерство государственной безопасности и таким образом сконцентрировала в себе все силовые структуры, кроме вооруженных сил. Берия в короткий срок назначил преданных ему людей на ключевые посты в органах МВД. Почти все они были потом расстреляны одновременно с ним или чуть позже. Некоторые коллеги Берия по высшему руководству страной стали опасаться, что он займет место Сталина и перебьет их всех. Жесткий и нетерпимый стиль руководства Берия был хорошо известен всем им, поэтому они решили принять превентивные меры. Ядро заговора составили председатель Совета министров СССР Г. М. Маленков и один из секретарей ЦК КПСС Энн С. Хрущев. Они действовали втайне от влиятельных В. М. Молотова, опального в последние годы жизни Сталина, но сразу после его смерти назначенного министром иностранных дел СССР Л. М. Кагановича, члена президиума ЦК, также успевшего попасть при Сталине в немилость, и председателя президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилова. Заговорщики не были уверены в их лояльности. Зато им удалось привлечь на свою сторону министра обороны маршала Н. А. Булганина. Таким образом, одна из силовых структур армии была на стороне заговорщиков. В июне 1953 года заговор созрел, к тому же представился повод. 17 июня в Германской Демократической Республике развернулись массовые забастовки и волнения под лозунгами повышения заработной платы и воссоединения Германии. Волнения были подавлены советской армией и объявлены попыткой фашистского мятежа. В советском руководстве встал вопрос, кто выпустил из-под контроля ситуацию в ГДР. Маленков и Хрущев решили, что это самый подходящий момент для предъявления обвинений Берия. На заседании президиума Совета Министров СССР 26 июня Маленков сообщил о попытке Берия совершить государственный переворот. Заявление было неожиданным для многих. Началась словесная перепалка. Неизвестно, чем бы она закончилась, если бы на сцену не выступил первый заместитель министра обороны маршал Г.К. Жуков. Он и еще несколько генералов, выхватив пистолеты, вошли из соседней комнаты в зал заседаний, и Жуков объявил Берия, что тот арестован. Спустя полгода состоялся суд и был вынесен приговор, с которого мы начали эту статью. Противники Берия оправдывали себя тем, что тот готовился установить террористическую диктатуру. Однако факты свидетельствуют, что при его аресте и осуждении были нарушены все советские нормы закона. Он был лишен свободы без прокурорского ордера. Обвинительное заключение по его делу наполнено такими же абсурдными обвинениями, какие прежде вешались на врагов народа. Кроме конкретных репрессий против членов партии в 30-е годы, Берия обвинялся в измене Родине путем работы на разведку Великобритании, попыток заключить сепаратный мир с Гитлером в 1941 году, уничтожить советский строй и реставрировать капитализм. Показательно, что в специальном судебном присутствии под председательством маршала и Эсконева, вынишим смертный приговор Берия и его подручным, не было ни одного юриста. Все протоколы допросов Берия сохранились лишь в копиях. Некоторые утверждают, что Берия был убит арестовавшими его заговорщиками еще в день ареста или вскоре после него, а суд над ним производился уже заочно. Судебный процесс, учитывая формулировки обвинения, был таким же фарсом, какой устраивали при Сталине над агентами империалистических разведок. Некоторые видят в этом справедливое возмездие. Организатор массовых репрессий сам попал в переплет созданной им системы. Однако были ли Берия организатором репрессий? Как известно, после его назначения в ноябре 1938 года внутренних дел СССР, количество приговоренных к высшей мере наказания сразу снизилось с сотен тысяч до единиц тысяч в год. Более 200 тысяч ранее осужденных и арестованных вышли на свободу и были реабилитированы. С 1945 по 1953 год Берия не занимал министерского поста, будучи куратором проекта по созданию советской атомной бомбы. Сразу после своего назначения министром в 1953 году он прекратил дела, сфабрикованные в последний год жизни Сталина, дело врачей, мингрельское дело, освободил и реабилитировал арестованных по ним лиц. Берия первым вел в обиход выражение культ личности. Настоял на прекращении упоминания Сталина в прессе по каждому поводу и без повода, а также повсеместного вывешивания портретов советских вождей. Эти две традиции, однако, сразу же возобновились после его ареста. Есть свидетельство, что во время волнений в ГДР Берия лично отдал приказ стрелять поверх голов демонстрантов. Если бы не этот приказ, то жертв среди населения было бы намного больше. Поскольку Берия был убран типично сталинскими методами, то возникает вопрос, не убрали ли его бывшие сталинские соратники именно за слишком резкий разрыв со сталинскими традициями? И не скрывается ли за обвинением Берия в намерении уничтожить рабоче-крестьянское государство и реставрировать власть буржуазии его реальное стремление либерализовать советский государственный строй, раньше, чем это попытался сделать, причем со всякими оговорками, Хрущев? В этом деле немало темных страниц, а многие тайны, видимо, навсегда унесены в могилу участниками тех событий. Но какие бы ни были у Берии планы, им не суждено было реализоваться. Никита Хрущев, в свое время один из самых активных проводников политики Большого террора, начал игру на опережение. Он сумел заключить союз с Георгием Маленковым и еще двумя видными политиками, Николаем Булганиным и Вячеславом Молотовым, направленный против главы МВД. Берия явно недооценил угрозу, полагая, что контроль над МВД позволяет ему не опасаться за свою безопасность. Хрущеву, однако, удалось перетянуть на свою сторону военных, в том числе самого Георгия Жукова. Развязка наступила на совещании Совмина СССР 26 июня 1953 года в Кремле, где Хрущев неожиданно обвинил Берию в антигосударственной деятельности и шпионаже в пользу Великобритании. Растерянный Берия пытался оправдываться, а часть заговорщиков заколебалась, предлагая просто указать на ошибки главе МВД. Но в ключевой момент в зале заседаний появились генералы, во главе с Жуковым, которые арестовали Берию. На машине одного из генералов, Берию, вывезли из Кремля на гарнизонную гоптвахту Московского военного округа, а спустя сутки перевели в специально оборудованную камеру в бомбоубежище при штабе МВО. В день ареста Берии в Москву были стянуты армейские подразделения на случай осложнения ситуации. Однако до уличных боев не дошло. В течение следующих нескольких дней были арестованы ближайшие сподвижники Берии, которые могли попытаться освободить своего шефа. В декабре 1953 года специальное судебное присутствие Верховного суда СССР под председательством маршала Ивана Конева рассмотрело дело Берии. Обвинения, выдвинутые против главы МВД, мало чем отличались от тех, которые использовались в годы Большого террора. Ему вменялся шпионаж, злоупотребление властью, массовое изнасилование и многое другое. Данные обвинения имели мало отношения к реальной деятельности Берии, а сам процесс не ставил задачу установить истину. 23 декабря 1953 года Лаврентий Берия был приговорен к смертной казни и расстрелян в бункере штаба МВО в присутствии генпрокурора страны Руденко. Ночью тело казненного было доставлено в первый московский крематорий, сожжено, а прах развеян над Москвой рекой. Из воспоминаний Георгия Жукова, после суда Берия был расстрелян теми же, кто его охранял до суда. При расстреле Берия держал себя очень плохо, как самый последний трус. Истерично плакал, становился на колени и, наконец, весь обморался. Словом, гадко жил и более гадко умер. Есть, правда, и альтернативная версия событий, о которой рассказывал сын Берии, Серго Лаврентьевич, а также дочь Сталина, Светлана Аллилуева. Согласно ей, никакого заседания Совмина 26 июня 1953 года не было. Лаврентий Берия был убит в перестрелке в собственном доме, когда его пытались захватить заговорщики. Устранение Берии. Берия после смерти Сталина имел реальные шансы встать во главе СССР, благодаря тому, что обладал природным умом, хитростью, имел опыт работы в карательных органах и значительную поддержку некоторых членов партии, граждан, был наиболее приближен к вождю при его жизни. Был у него еще один главный козырь, который оказался у него в руках благодаря работе в спецслужбах, наличие компромата на каждого своего конкурента. А скрывать им было что, ведь каждый из них был каким-либо образом замешан в репрессиях. После смерти Иосифа Виссарионовича начался виток развития критики в адрес бывшего вождя и его политики. На этом фоне никто из претендентов на пост главы государства не хотел бы обнародования информации об участии в карательных операциях. Это послужило тому, что конкуренты Берии объединились, чтобы его ликвидировать. 26 июня 1953 года в Кремле состоялось совещание Совмина СССР, где Никита Хрущев поставил вопрос о соответствии Берии его должности. Лаврентия Павловича неожиданно обвинили в антигосударственной деятельности, а также шпионаже в пользу лондонских властей. Оппоненту не удалось защититься и оправдаться, хотя в этом не было смысла. Причины ареста Берии были надуманными, а уверенность обвинителей в его деяниях непоколебимой. В зал вошли несколько генералов. Во главе был Жуков, которые произвели арест Берии и вывезли арестанта за пределы Кремля на гарнизонную гауптвахту Московского военного округа, а через сутки перевели в специально оборудованную камеру в бомбоубежище при штабе МВО. Берию опасались и втайне недолюбливали во многих слоях советского общества, но особенную неприязнь к нему испытывали военные, так как многие видные командиры подверглись проводимым Берии репрессиям, а оставшиеся на свободе – слежки и прослушки. Поэтому считается, что у Жукова были и личные мотивы избавиться от главы МВД. Заговорщики ожидали возможного сопротивления от сторонников министра. К Кремлю подогнали армейские танки, однако осложнение ситуации не возникло. В ближайшие дни арестовали и ближайших сподвижников Берии в Москве. Затем в течение нескольких лет арестовывали и казнили многих его соратников, занимавших высокие посты в силовых структурах разных республик Советского Союза. Арест и казнь Берии Берия после ареста находился в заключении до декабря 1953 года, когда состоялось специальное судебное заседание Верховного суда, на котором рассматривалось дело Берии. Его обвиняли в шпионаже, злоупотреблении властью, моральном разложении, многочисленные связи с женщинами, изнасиловании и многих других злодеяниях. Сначала Берия отрицал все, однако чуть позже признал некоторые грубые нарушения советских законов, которые никак не относились к госизмене. Были ли реальными вменяемые ему все остальные обвинения, мало кого интересовало. Задача суда была ясна, заговорщикам нужна была смерть Берии. На следствии он вел себя грамотно, активно вступал в прение со следствием. 23 декабря состоялось заключительное закрытое судебное заседание, где Лаврентия Павловича приговорили к смертной казни. Расстрел Берии состоялся в бункере штаба МВО под руководством генпрокурора Советского Союза Романа Руденко. Арест и казнь Берии в то время был единственным случаем, когда претендента на высший пост устранили физически. Наверное, конкурентам действительно было что скрывать, чего опасаться, поэтому других мер не нашлось. После смерти Берии. После расстрела Берии Никите Хрущеву удалось вырваться вперед и занять приоритетную позицию в партийной иерархии. По словам главного редактора «Известий» и «Комсомольской правды» в 1950-х годах и по совместительству зятя Никиты Сергеевича Алексея Аджубея, после смерти Берии поведение Хрущева сильно изменилось. Он стал более уверенным в себе и свободно себя чувствовал. Обрели некую наглость даже охранники Хрущева. Многих историков до сих пор интересует вопрос, мог ли Берии действительно быть причастным к вменяемым ему обвинениям, в частности, к госизмене. Достоверно ответить на этот вопрос уже вряд ли кому-то удастся. Слишком запутанная эта политическая история и слишком мало документов тех годов можно поднять для исследования этого вопроса. Субтитры создавал DimaTorzok